Здравствуйте коллеги! Будем создавать детали и сборку колеса детского велосипеда. При этом будут использованы элементы проектирования сверху вниз, а при создании шины будет показан способ создания протектора для показанного колеса, а также второй способ, универсальный, для семейства колес с использования управляющего параметра, заданного уравнением, на примере резины колеса автомобиля. Начнем. Первая деталь втулка. Закроем этот файл и создадим новый. Ок. Для сокращения времени в случаях, когда все очевидно и нет возможности показать что-то новое, я заготовил эскизы. сечение. Это как раз тот случай. Здесь есть все размеры и можно повторить. Вращать. Ок. Сделаем отверстия для установки спиц. Их будет 28, по 14 с каждой стороны. В режиме конструирования создадим окружность центров. Радиусом 26 миллиметров. Отключаем режим конструирования и создаем отверстия для спицы. Диаметром 3,2 миллиметра. Ок. Вытянуть до указанной с удалением материала. Ок. Включим показ осей. И создадим массив созданного отверстия. Укажем на ось. 360 градусов. 14 отверстий. Ок. В дереве модели выделим также еще элемент вращения. И все отразим зеркально относительно плоскости вверх. На этом этапе будем считать что втулка готова. Радиусы закругления лучше сделать в конце. Даже после сборки конструкции. Сохраним файл. Закроем и создадим новый для следующей детали обод. В плоскости фронт создаем следующий эскиз. Высота борта обода 10 миллиметров. Ширина обода будет 30 миллиметров половинка 15. Радиус 150. Диаметр 300 миллиметров. Создадим ось. А также вертикальную ось для зеркального отражения. Ок. Вращать. Ок. Полученную поверхность утолстим, чтобы получить объемную деталь. Утолщение направим внутрь. Примем толщину стенки обода равной 3 миллиметра. Ок. Параллельно плоскости вверх создадим дополнительно опорную плоскость. Для того, чтобы сделать вытягиванием отверстие для спиц уже в ободе. Отверстие будет диаметром 6 миллиметров. Ок. Вытягивание с удалением материала до внутренней поверхности обода. Ок. Для ориентации и привязки спицы к ободу построим дополнительно опорную точку на расстоянии в 150 миллиметров от оси обода. Объединим отверстие с точкой в группу и создадим массив для установки 28 спиц. Создание моделей спиц удобнее производить в условиях сборки, поэтому создадим сборку втулки и обода. Новый файл. Сборка. Назовем ее колесо. Ок. Собрать. Втулка. Открыть. Правая кнопка мыши. Ограничение по умолчанию. Ок. Собрать. Обод. Открыть. Выберем жесткое соединение. Совпадающий. Совместим плоскости фронт обода и фронт втулки. Плоскость справа обода и справа втулки. Тоже совпадающий. А также соединим плоскости вверх. Ок. Первую спицу будем вставлять в отверстие обода с точкой ПНТ0 и отверстие втулки с осью А29. Запоминаем номер оси. Для построения создадим опорную плоскость, проходящую через эту ось с номером А29 и точку ПНТ0. В этой плоскости создадим эскиз. Установим привязки. Точка ПНТ0. Ось 29. И кромка диска втулки. В качестве эскиза построим опорную кривую для получения спицы протягиванием. Размер 6,5 мм и радиус 3,5 мм подобраны так, чтобы спица диаметром 3 мм не касалась диска втулки. Сохраняем этот эскиз как сечение для спица 1 с названием S спица 1 и утверждаем эскиз. И создаем новый файл спица 1. В плоскости фронт. Эскиз. И здесь воспользуемся построенным в сборке, то есть на верхнем уровне, сечением. Файловая система. Выбираем S спица 1. Открыть. Перетаскиваем в начало координат. Масштаб единица. Окей. Протянуть. Сечение протягивания проволока диаметром 3 мм. Создаем оси для привязок в сборке. Первую ось переименуем. Вторая и так будет хорошо видна. Сохраняем. И открываем файл сборки. Открываем созданную спицу. И первое, что сделаем, совместим оси спицы и отверстие 29, которое мы запоминали. Дальше совмещаем плоскость торца спицы и внутреннюю плоскость диска втулки. Разворачиваем длинный конец спицы к точке ПНТ0 и совмещаем ось спицы с точкой ПНТ0. Утверждаем. Первая спица на месте. Теперь можно доработать ее конструкцию. Откроем спицу. На длинном конце сделаем фаску 0,25 мм. И нарежем резьбу для крепления спицы к ободу. Выберем. Выберем. Выберем здесь резьба. Укажем на поверхность. Выберем ГОСТ. Резьба М3 на 0,5 мм. Глубину установим 20 мм. Ее начало от поверхности торца 20 мм. Резьба готова. На коротком конце создадим ГОЛОВКУ. 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 Сделаем 4,5 мм. ОК. Вытянуть. Здесь достаточно 1,5 мм. ОК. Ну и сделаем скругление. 0,5 мм. ОК. Сохраняем. И открываем сборку. Здесь появилась головка. И на длинном конце резьба. Создаем массив. Привяжемся к центральной оси. 360 градусов. 7 спиц. ОК. Семь спиц первого вида установлены. Дальнейшие действия по установке спиц второго вида аналогичны. Головка этой спицы будет расположена с наружной стороны диска втулки, в отличие от спицы первого вида. На уровне сборки выполняется эскиз, который используется для моделирования спицы второго вида. Дальше выполняется сборка второй спицы и создается массив из семи спиц второго вида. А затем спицы первого и второго вида собираются на другую сторону с последующим созданием аналогичных массивов. В следующих видео будем создавать резину с заданным рисунком протектора различными способами. Всего доброго, до встречи. С вами был Николай Шестаков. И для продолжения просмотра примите приглашение на мой сайт. Продолжение следует...